Снеговик Второе правило – правильный снег. Он должен быть умеренно влажным. Для проверки скатайте небольшой снежок. Если он получился круглый и крепкий, переступайте лепить снеговика. А еще до выхода на улицу подумайте о том, во что вы оденетесь. Одежда должна быть комфортной, потому что вам придется много двигаться. Варежки или перчатки должны быть сменные или водонепроницаемые. Шапку лучше надеть с ушами. Второе правило лепки снеговика – это подходящее место. В идеале это должна быть большая поляна, где вы сможете катать снежные шары, и, конечно же, пару деревьев, под которыми будет стоять ваш снеговик. Издавны снеговиков считали посланниками неба и лепили их для оберега дома от злых духов. Каждый атрибут снежной фигуры имеет свое значение. Ведро – символ достатка. Угольки для глаз – избавление от прошлого. Нос-морковка – для хорошего урожая. А еще наши предки верили, что если сказать снеговику свое желание, оно сбудется, когда он растает. Начинаем катать шары, и это тоже нужно делать правильно. Катить шар надо не по прямой, потому что у вас получится цилиндр, а в разные стороны. А чтобы снег не сыпался и лучше приклеивался, иногда надо его прихлопывать. Не стоит забывать и о пропорциях снеговика. Три, два, один. Перед тем, как устанавливать шары друг на друга, приплюсните каждый из них, так они будут крепче стоять. А после установки следует укрепить снеговика. Кто-то это делает при помощи дополнительного снега, а кто-то при помощи воды. После того, как снежные шары на своих местах, добавляем снеговику части тела. Вместо ног снежки, вместо рук клетки. Но делать это нужно обязательно аккуратно, чтобы наш шар не развалился. Какой же снеговик без морковки? А в качестве глаз и пуговок мы использовали листы декоративной беричины. Наш снеговик получился небольшого размера только потому, что большие шары очень сложно в одиночку погрузить друг на друга. И вы это тоже должны учесть. Ну и конечно, после того, как все готово, не забудьте сделать селфи.